Мы разбирали аят Мы остановились на грамматическом разборе аята То есть они не вкусят там ни прохлады, ни питья, кроме кипятка и гноя ИЛЛЯ это харф, харфу ститнайн, частица исключения Здесь она лил хасри, то есть для ограничения То есть они будут вкушать только кипяток и гной Насаллах ла Афи ИЛЛЯ мабдин али с сукуну, с неизменяемым окончанием, с сукуном на конце ЛЯ махалляху минал ирраб Нет ему места в падеже Хамимин здесь мы можем сказать, что это бадаль, то есть замена, подменное имя слова бардовуу ла шараба Так смысл они не вкусят ни прохлады, ни питья, кроме кипятка и гноя означает, что они вкусят кипяток и гной Абадаль, то есть имя, которое является заменой предшествующему имени, его предложением Так же как и над, описание должно соответствовать в падеже предыдущему имени, заменой которому является данное имя И если предыдущее имя поставлено в состояние Насп, то это значит, что имя, являющееся его заменой, тоже будет поставлено в состояние Насп Мы здесь сказали, что хамимин это бадаль, замена, приложение, так как здесь есть его условия А именно то, что мубдальмингу, то есть имя, которое заменяют, упомянуто, а само оно приходит после отрицательной частицы, то есть в отрицательном контексте Значит, наличие мубдальмингу, заменяемого имени и отрицание, вот эти два условия В таком случае имя, которое приходит после частицы illa, может иметь два варианта ираба, грамматического разбора Первое, это следование имени, которое приходит после частицы illa, имени, которое стоит до частицы illa в его падеже, будь то в именителе, в винителе или родителе падежа Так как то из чего исключает, то есть имя, которое исключает, упомянуто в предложении, и само оно упомянуто в отрицательном контексте, как мы видим здесь в этом предложении Так здесь мы видим в начале частицу отрицания «ля», что указывает на отрицание, а также мы видим, что имя, из которого производится исключение, оно же имя, которое заменяют, так вот это имя упомянуто. Поэтому здесь и допускаются эти два варианта. Первый вариант – это то, что имя «хамиман» может быть «бадалем», то есть заменой слова «барда» его приложением. Второй вариант – это то, что имя «хамиман» может считаться «мустэтнан», то есть исключаемым именем. В то время как слово «бардан» является «мустэтнан минго», то есть тем, из чего исключают, то есть именем, из которого производится исключение. Значит, здесь у нас есть три элемента метода исключения. Это «мустэтнан минго», то, из чего исключает, то есть имя «бардан», частицы исключения, то есть «илля», и третье – это исключаемое имя «мустэтнан», то есть слово «хамиман». Если мы скажем, что здесь второй вариант, то есть имя Хамиман является мустаснан, исключаемым именем, или иначе говоря, это имя будет поставлено в состояние Аль-Насб в качестве мустаснан, исключаемого имени, то и в этом случае имя Хамиман здесь будет в состоянии Аль-Насб, потому что Аль-Мустасна, исключаемое имя, так же как Маф'ул-Биги, Хал и так далее, относятся к именам, которые ставятся в состоянии Аль-Насб. Здесь у нас получилось так, что Ираб, грамматический разбор этого слова в обоих вариантах совпадает. Это имя у нас, Мансубан, поставлено в состоянии Аль-Насб, признаком состояния Аль-Насб в этом имени является Аль-Фатхат-Захирута Аля-Ахири, явная Фатха над его окончанием. Дальше, Ва-Госа-Кун. Аль-Вау – это харф Атфин, союзная частица, мабния Аля-Фатхин, с неизменяемым окончанием, с Фатхой на конце. Ва-Госа-Кун – это ма-Туфан Аля-Хамиман, имя Ва-Госа-Кун соединено с именем Аль-Хамиман. Ва-Л-Ма-Туфа Аля-Л-Мансуби – Мансубан-Мислюх, имя, соединенное с именем состояния Аль-Насб, так же как и оно, должно быть поставлено в состояние Аль-Насб. Ва-Аля-Мат-Аль-Насбе – признак состояния Аль-Насб в этом имени Аль-Фатхат-Захирута Аля-Ахири, явная Фатхат над его окончанием. На этом все на сегодня, на следующем уроке мы перейдем к разбору новых Аль-Аль-Ту, ниша-Аллах. Аль-Аль-Туфа